Всем привет! С вами снова я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную Пропаганду. Ну что, настал очередной вечер вопросов и ответов. Давайте приступим. Сразу сделаю одно маленькое объявление. Периодически под каналом в YouTube появляются вопросы, сделанные, по-видимому, я не знаю это точно, через Google+. Я ответить в канале под этими вопросами не имею возможности. Просто вообще не появляется такая кнопочка «ответить». Теоретически, судя по тому, что пишут люди в YouTube, это можно сделать, если перейти в Google+, и там найти этот комментарий. Но, учитывая, что каждое видео в Google+, расходится по разным пабликам, или не знаю, как они там правильно называются, найти, где конкретно, под каким из этих копий был сделан этот комментарий, практически нет возможности. Поэтому, если вы хотите, чтобы я имел возможность ответить непосредственно на ваш комментарий, там, на канале в YouTube, задавайте свои вопросы именно в YouTube под видео. Николай Николаев. Дим, спасибо. Привет, Николай Николаев. Пожалуйста. Давно ждал? Вопрос на будущий ролик. Это твой дом, либо же снимаешь в аренду? Это мой дом. Мы его купили здесь в период кризиса глубокого испанского. И начали делать ремонт, не завершили ремонт. Здесь живем. Дземин Егор. Привет, Егор. Дмитрий, возможно, в каком-то выпуске вы похвастаетесь инструментарием своей кухни. Ну, или же подскажете минимальный, оптимальный набор для тех, кто живет на чемоданах, ну, или в общежитии, к примеру. Я, наверное, буду снимать периодически. То есть, снимаю уже и показываю свой инвентарий. Минимальный же набор для тех, кто живет на чемоданах, я считаю, это хороший, удобный шеф-нож. Это хорошая, удобная разделочная доска. Для меня удобная, это достаточно большая, чтобы не нужно было чирикаться на мелкой, коваряться. Ну, и в качестве малой механизации, это наборчик, типа погружного блендера. Или блендера, там, в стакане. Я считаю, этого достаточно. Фарш можно, в конце концов, порубить ножами или купить готовый. Попросить на рынке даже, чтобы вам смололи его. Вот. Все остальное можно сделать шеф-ножом. Ну, так. Лола Пола. Если вы будете делать еще видео такого плана, расскажите, пожалуйста, про то, как учили язык. Сложно ли, знали ли другие языки помимо русского до этого. Вообще, очень было интересно посмотреть этот ролик. Удачи вам. Спасибо, Лола Пола. Как учил язык? Ну, как я учил язык? Достаточно просто или сложно, не знаю. Я и сейчас его продолжаю учить. Началось все года... Началось все года три назад. Я задумался насчет переезда в Испанию. Начал ходить на курсы испанского. Правда, недолго попал на мотоцикле в аварию. И он у меня накрылся медентазом. Весь этот поход на курсы. Пал буквально 4-5 раз. И одновременно скачал небольшую программулечку с интернета для изучения иностранных языков. TalkNal, по-моему, называется. По-английски, да, говорим сейчас. Очень понравилась игровая форма этой программки. И я буквально в игре набрал базу порядка 300 слов, наверное, таких базовых. Очень быстро. А на курсах, на которые я ходил, меня очень восхитил один момент. Испанский язык с русским языком очень близки и созвучны в плане словообразования. И очень легко ложиться на слух. Я в школе, в институте учил английский язык и бегаю-мекаю на нем. То есть, говорю очень плохо и понимаю там с трудом. Когда я пришел заниматься на курсы испанского языка, у нас преподаватель был испанец, буквально на третьем занятии он начал нам диктовать текст. Я писал диктант. Абсолютно не знаю языка, только что на слух воспринимается. Три четверти листа, вот формат 2.4, я записал со слуха. Потом преподаватель стал проверять. Что же мы такого там понаписали? Так вот, на эти три четверти листа 5 ошибок. Представляете, для человека, который абсолютно не знает языка, слов не знает, незнакомый язык на слух записывал, как слышит, так и пишет. 5 ошибок. То есть, он значительно проще, чем английский ложится на слух. Правда, значительно сложнее с точки зрения времен глаголов и прочего. Ну, это отдельный вопрос. Вообще, учил через интернет, по скайпу, с другим преподавателем тоже занимался. Ну, и сейчас на улице общаюсь. Говорю на испанском, наверное, так же, как герои нашей Раши, Джавшан Срамшутом, на русском языке. То есть, путаю времена и прочее. Но испанцы понимают. Продолжают, короче, учить. Следующий вопрос. Ольга Лелякова. Привет, Ольга. Как мне нравятся эти позитивные концовки в роликах? К вопросам. Очень интересно было бы узнать, как вы и ваша суперкомада изучаете испанский язык. И говорить ли вы на нем? Только что ответил. А много ли русскоязычных людей там, где вы живете? Не могу сказать, что много. В вот этом поселочке, он здесь урбанизация называется, кроме нас... Он достаточно большой поселочек. Кроме нас живет... Для России это как бы коттеджный поселок, назовем его, да? А кроме нас живет, наверное, три или четыре русскоязычные семьи. Может, даже пять. Вот так. А здесь, наверное, домов 600-700. Ну, то есть, хватает русских, на самом деле. Не могу сказать, что прям много, но хватает. А вообще, вот эта урбанизация, в которой мы живем, она заполнена, наверное, процентов на 80 англичанами. Ну, остальные там распределяются между немцами, французами. Несколько итальянцев, наверное, есть. Испанцев очень мало в этом поселочке. Они в каких-то других все-таки живут в поселках. Где-то пониже, мы-то на горе располагаемся. Вторая часть вопроса Ольга Реляковой. Сильно ли отличается ассортимент в магазинах от типично русского? Нет, не сильно. Здесь значительно более хороший выбор рыбы и морепродуктов. Это отличается, да. Я жил в Москве до этого. Здесь с рыбой и морепродуктами, ну, значительно лучше. И мороженые рыбы намного меньше, по-моему, больше свежие продают. Но рыбы и морепродукты дорогие. Сразу скажу, здесь, в принципе, даже испанский язык учу. Преподаватель говорит вообще, давай просклоняй на разные лады фразу. Я каждый вечер ужинал морепродуктами, но они дорогие. То есть, испанцы тоже это дело сознают. По остальным продуктам, да нет, все то же самое. Много фруктов всяких разных. Цены тоже зависят от сезона на них. Так, ассортимент очень похож, в общем, на российский. Но не глубинки, конечно, на российские все-таки, да, а крупных городов. Так, следующий вопрос. Лиса Патрикеевна. Здравствуйте, Лиса Патрикеевна. Что за сковороду вы используете? Интересует именно материал. Если есть такая возможность, снимите видео на интере к кухонным. Думаю, с вашим подходом будет крайне увлекательно и полезно. Наверное, сниму. Сковорода. Значит, со сковородой дело такое. Я использую, по-моему, говорил уже, сковород двух типов. Одни – это нержавейка толстодонная. Вторая, ну, второй тип назовем их так, да, это с антибригарным покрытием. Вот эти сковородки с антибригарным покрытием – это сковородки с керамикой, керамическое покрытие на них. Они прочнее, чем тефлоновые. Но, правда, тоже достаточно быстро выходят из строя. В любом случае, такой сковородки, китайское, кстати, производство, хватает, наверное, где-то на полгода. То есть полгода все отлично, потом очень быстро все скатывается, да, ниже у него полы. Приходится покупать новую. Следующий вопрос. Дмитрий, забыл задать вам вопрос. Как вы оказались в Испании? Приехал, Вань. Слушай, давно хотел уже перебраться куда-нибудь из Москвы, желательно в ту страну, где много солнца. Меня последние 10 лет в жизни в Москве очень сильно угнетало. Я много очень пахал на производстве, мотался по командировкам периодически. А Москва за 5-7 лет, может быть, 10 лет очень сильно изменилась. Очень много стало греть воздух вокруг себя. И в зимнее время, в осенне-зимнее время, над Москвой постоянно висит шапка такого теплого воздуха. В результате влага конденсируется, и почти все время вот этот серый блин над головой, небо не видно. Это так унитает вообще, так тяжело было. Я на даче уезжал за 200 километров от Москвы, чтобы на небо посмотреть, на синее. В общем, такой глубокий депрессняк вообще был от этого. А съездил пару раз в отпуск, в Испанию съездил, а тут небо синее. Страна прям очень понравилась. Думаю, надо перебираться. Тут еще сыграло свою роль, контраст такой. Знаешь, я рассказывал в прошлом выпуске про то, как в Италии сталкивались несколько раз мы с, скажем, жлобством по отношению к туристам. Вот. А тут прилетаем в Испанию. В первый раз прилетаем с режиссером нашим. У него болит голова очень сильно. Целый день проторчали в аэропорту. Вообще, тяжелый такой перелет был. Очень поздно вообще прилетели. В Барселону прилетели. Вот. Заселились в гостиницу. Центр города. Это готический квартал, так называемый. Там узкие улочки. Вот эти вот старые, древние такие. Дома эти. Куча разваливающихся домов, которые пытаются починить. Местные там не живут в готическом квартале. Это такой туристический район. А так как жилье очень старое, некачественное внутри, то там много всякой эмиграции. Но красиво. Очень красивый район. Время, наверное, было идет без 15-12 ночи. Целый день в полете. А у меня жор настал. Так есть охота. Я говорю, слушай, пойдем выйдем. Вообще тут кафешки кругами рядом. Сядем где-то. Я просто перекушу и обратно. У него голова раскалывается. Настроение никакое. Вышли, в общем, болотал я ее. И вот мы вышли на улочку. Буквально так вот за угол у дома завернули площадь. Уличные кафешки какие-то. Вот играют музыканты какие-то там. Шум, да. Ну, туристический район, да. Сели за стол в кафешке в этой. Тут же из кафешки уличная. Бегают через вот улицу, через площадь. Официанты из кафешки. Подошли. Значит, ну, я заказываю там тарелку хамона. Какого-то. Рыбы какой-то заказал. Режиссер у меня тоже попросил рыбы. И говорит, имеют овощи, пожалуйста. Мы испанского тогда вообще не знали. На английском худо-бедно объяснялись. Вот. Она говорит, только вот у вас овощи свежие. И официант там на ломаном-листском ест, 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 фреш-вежетаблс. И приносят отваренные овощи. Она хотела свежие. Ну, она и так голова трещу. Она не настроение. Типа, подзывает официанта. Че это такое? Вы же свежие говорили? Он ест, фреш-бойлит, вежетаблс. Свежие отваренные овощи. Ну, она буквально там кусочек картошки взяла. Но есть не стала, в общем. Потому что хотелось там свежих овощей. Подходит официант. На тарелку с овощами. Рыбает пальцем. Че, не понравилось, что ли? Решир говорит, нет, не понравилось. Ушел, приносит счет. В счете этих овощей нет. Понимаете, да? То есть, не скандали, ничего. Он недопонял, в счет не вставил. И вот для нас, по сравнению с другими странами, где не то, что там не вставить, что нужно поскандалить, чтобы что-то там добиться. Вот так вот не вставить в этот самый, в счет, ту еду, которая просто не понравилась, да, из-за того, что недовольны друг друга. Ну, для меня это было, знаете, так, знаковым моментом. И после этого, ту неделю, в которой мы там и пробыли, мы постоянно, 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 я вот с этим делом как бы сталкивался. Вот с этим отсутствием жлобства. С таким расслабленным спокойствием и дружелюбием испанцев. Мне это очень понравилось. Я хорошо психологически себя в этой стране почувствовал. Ну и вот решили, собрались с духом и начали предпринимать усилия, чтобы сюда перебраться. Ну и перебрались, в конце концов. Вот так. Следующий вопрос. Пессимист. Привет, пессимист. Дмитрий. И у вас, я так понял, супруга снимает, а вы готовите. Не хотите попробовать на один выпуск меняться ролями? Супруга не хочет. Бережет свое правеси. Режиссер у меня такой. Снимать готово. Показываться в кадре нет. Следующий вопрос. Андрей, Тимуш или Тимуш. Прошу прощения, не знаю, как правильно прочитать. Несмотря на ваш вид деятельности, у вас хорошие навыки и знания в кулинарии. Вы заканчивали какое-то спецзаведение? Самоучка. Заранее благодарю за ответ. Самоучка. Мне очень нравится готовить. Я этим занимаюсь уже очень давно. Много книг читаю, много всяких передач смотрю, учебных, всяких разных учебники по кулинарии, в числе прочего. Пробую. Много пробую готовить всякого разного. Вот так вот что-то начинает получаться. Не всегда. Вчера не успел все доснять, поэтому продолжаю уже на следующий день. Итак, следующий вопрос. Юрий Третьяков. Вопрос на будущее. Фреск – это псевдоним, фамилия или... Если псевдоним, то почему и откуда? Это псевдоним. Я в интернете пишу на всякие кулинарные темы уже очень давно. И длительное время, ну и до сих пор, уже же, мой псевдоним – Фрешман. Ну а так как сейчас я вещаю из Испании, то переделал тот самый Фрешман на испанский лад. Так что здесь я в Фреско. Следующий вопрос. Дмитрий Л. Болоньезе без сливок, именно сливки дают одну из самых главных составляющих вкус этого соуса. Сливки и молоко – болоньезе маст хэв. Ну и дальше замечания по поводу рецепта болоньезе. Дмитрий, прежде чем снимать рагу болоньезе, я тщательно изучил имеющуюся у меня литературу. И, в частности, добрался до сайта такого итальянского органа. Я его сейчас зачитаю. Называется он Академия Итальяна Делла Кучино. То есть Академия Итальянской Кухни, видимо. Этот орган дает право рестораторам и прочим производителям применять к своим блюдам, к своим продуктам, к своей продукции вот эти исторические номинования. Если и только в том случае эти продукты, эти блюда приготовлены в соответствии с рецептурой этого итальянского органа официального. Так вот, согласно рецепту, размещенного на сайте этого органа, сливки являются опциональным продуктом. Поэтому я вполне допускаю, что со сливками рагу болоньеза очень вкусно. Это замечательно. Я вполне допускаю, что целая куча народа готовит со сливками. Сейчас в Италии вообще такое поверье уже достаточно долго идет, что народ почти везде пихает сливки, как в России везде пихают майонез. И Италия разделилась на два лагеря. Одни кричат, что сливки это зло, другие кричат нет, со сливками все здорово. Флаг им в руки. Рецепт, который я дал, был снят в соответствии с рекомендациями этого итальянского органа. Поэтому, если кому-то хочется использовать сливки, я об этом упомянул, их можно использовать. Но без сливок это рагу болоньеза. Сливки здесь опциональны. Надеюсь, я ответил. И, кстати, на будущее все остальные рецепты, которые я даю, я тоже изучаю настолько, насколько могу в соответствии с этими правилами. И даю какие-то рекомендации, если, то упоминаю, что является опциональным, а что обязательным продуктом для приготовления того или иного блюда. Если такая информация у меня есть, если я могу такой информацией поделиться. Спасибо. Дмитрий Нижний пишет. Кроме вышесказанного, есть еще несколько важных моментов приготовления, не указанных автором. Дмитрий с большим удовольствием почитал бы эти дополнения. Всегда рад поучиться. Если есть что добавить, добавляйте. Буду благодарен. Любой новой информации очень рад. Единственное, что отдельно попрошу, если какую-то информацию вы даете, то хорошо бы ссылаться на, так сказать, источники этой информации. То есть, допустим, я живу в Италии, и вот в нашем городке то-то, то-то. Или вот у меня есть книга, прочитал там-то, там-то. Или я смотрел, или был до курса у такого-то повара. Чтобы было понятно, откуда информация ноги растут. Хорошо? Спасибо. Надеюсь на понимание. Следующий вопрос. Василий Хамедулин спрашивает, как пришла идея создать канал? Как пришла идея? Я по натуре товарищ такой увлекающийся и дотошный. И мне важно не только знать, как что-то делать, но и чрезвычайно важно знать, почему надо делать так, а не иначе. То есть, всякий раз, когда я читаю какой-то рецепт, если я не понимаю смысла какого-то действия в рецепте, то я пытаюсь выяснить, для чего это делается. Если у меня не получается это выяснить, я этот рецепт чаще всего закрываю и не смотрю. Потому что больше всего меня выводят из себя бессмысленные действия в рецепте. Это меня просто вот выбешивает и бомбит у меня, короче, все. По этой причине я пишу в интернете на кулинарные темы очень давно. И читаю, соответственно, тоже очень давно. И мне всегда не хватает источников, которых объяснялось бы, почему какие-то действия выполняются. Поэтому сам я, естественно, если я пишу, то я стараюсь писать с объяснениями всех действий. Потому что считаю, что если понимаешь, для чего что-то делается, то понимаешь, какой результат надо получить, то в соответствии со своим пониманием этого продукта, этого действия, этого рецепта, при приготовлении можешь что-то менять, подгоняя имеющийся под нужный результат. Если есть понимание, что нужно добиться, действуешь, нет понимания, не действуешь. Тому вот пример анекдот такой, не смешной, правда, но очень действенный. Рассказываю. В одной семье несколько поколений подряд женщины готовили, пусть будет, запеченную свиную шейку. И вот самая молодая, так сказать, с этого поколения девочка выходит замуж, собирается готовить свиную шейку, покупает в магазине ее, отрезает один кусочек с одного конца, другой с другого конца, и оставшуюся часть уже начинает обрабатывать и убирает в духовку. Муж ее спрашивает, значит, слушай, дорогая, а что ты творишь-то, зачем ты эти куски отрезала? В чем смысл? Это наш семейный рецепт, типа, отстань. А в чем смысл-то вообще? Мама так готовила всегда, вот, короче, давай маму спросим. Говорит, может, ты достал? Звонят они маме. Типа, а почему так бабушка всегда делала? Давайте бабушку спросим. Вызванивают бабушку на его здоровье. Бабуль, а ты вот готовила-то, мама учила, я у тебя тоже от рецептик взяла, зачем ты шейку-то свиную обрезался до конца? Я же, ой, внученька, ты духовку-то мою видела? Отрежешь кусочек, примеришься, не лезет. Отрежешь кусочек, примеришься, не лезет. Так и режу до тех пор, пока не поместится в духовку. Так вот, целая куча рецептов, которые бродят в интернете, в книгах, грешат вот именно этим. То есть, переписывается, переписывается, переписывается сто раз какое-то действие, и оно в головах седает, как да, вот надо так делать. А почему? Для чего? Короче, плодятся бессмысленные, совершенно глупые действия. Меня это раздражает. Поэтому я писал всегда с пониманием. То есть, если понимаю, я пишу, почему надо вот так и делать. Если не понимаю, я просто не пишу. Еще мне очень нравится снимать, работать над сценарием, придумывать картинку, как все дело создать, как подать интересное. И я в результате решил соединить эти две своих страсти. Страсть объясняется и докапываться до сути. и страсть снимать, показывать, создавать некое шоу красивое в этом деле. Ну и вот, создал канал. Вот так. Следующий вопрос. Дмитрий Левицкий. Сколько может храниться такой паштет? Ну и ждем настоящего паштета теперь. Я уже отвечал несколько раз под разными видео на подобного типа вопросы. Отвечу еще здесь. Любое блюдо, абсолютно не важно, паштет это или не паштет, или мороженое. Храниться будет столько, насколько оно в стерильных условиях хранится. Если этот паштет был приготовлен в полном соответствии, как я показывал, то есть он запекался в конце концов в духовке до нужной температуры, если он заливался, жиле, которое было приготовлено в кипящей воде, а потом остывало под чистой крышкой. И остывало это дело накрыто стерильной крышкой тоже этот самый паштет. Был убран холодильник. Он там простоит и месяц, и два, и до морковь, и на загоне будет стоять. После того, как вскрыли, открыли, опять же, зависит от чистоты. И, исходя из моего опыта, мы его готовим, этот паштет, начинаем есть. За неделю он съедается по-любому. Больше недели у меня нет статистики, чтобы он там стоял. Но вот эту неделю, пока едим, он себя прекрасно чувствует в холодильнике. Также любое другое блюдо. В чистых условиях храниться, в чистой посуде, долго будет стоять. Неубразимо долго. Следующий вопрос. Иван Суматохин. Дима, спасибо, что сделали паштет. Спасибо, Вань. Очень аппетит и сложновато маленько. Не думаю, что сложновато. Скорее всего, выглядит просто страшновато. На самом деле, все просто. Глаза боятся, руки делают. Совершенно верно. Обязательно сделаю. Такой вопрос. Как вы оказались в Испании? Давно там живете и будете делать плов? Про то, как оказались в Испании, я уже рассказывал. Ну, касательно, давно там живете, скоро будет два года, как мы здесь живем. Будете ли делать плов? С пловом сложно все. Плов я люблю. Готовил его часто. Но для того, чтобы приготовить плов без больших сложностей, без сотни кастрюль, без перекладывания, нужно иметь хорошую толстостенную посуду. Казан чугунный. У меня его здесь нет. Из России мы сюда чугунную посуду не привезли. А здесь хорошая чугунная посуда стоит, как крыло от Боинга. Для ориентира можете заглянуть на Амазон, посмотреть, сколько стоит посуда, типа Лодж или Круазет. К этому нужно добавлять еще стоимость доставки. Они тяжелые очень, поэтому это выливается в такие серьезные суммы. То, что я здесь в магазине одном увидел чугунину, видимо, местного производства, может, китайского, без слез не взглянешь. Очень плохой пористый чугун, в нем ничего нормального не приготовишь. Да, к тому же, небольшого размера. Вот, поэтому готовить я буду плов и подобного типа блюда, наверное, не раньше, чем объявятся спонсоры, которые проспонсируют эту самую чугунную посуду. Появится она, буду готовить плов. Она, это посуда. Так, следующий вопрос. Евгений Максим, просто замечательно, когда ждать плов? Вот только что ответил Максим. Следующий вопрос. Андрей Гмула, добрый день. Добрый день, Андрей. Вопрос-ответ всегда актуально. Можно узнать точно интересующий вопрос. У меня их два. Будете ли вы снимать видео про местные продукты? Например, ваш поход на рынок, магазин с рассказом о местных продуктах, традициях и так далее. Будете ли вы снимать еще видео на костре печи-мангале? Очень хочется увидеть рецепт для данных девайсов, типа пирогов, мяса, суточных щей. Например, в общем, блюд масса. Значит, насчет съемки видео на рынке. Я вряд ли буду снимать видео про поход на рынок, потому что у меня нет большой плечевой камеры, с которой можно было бы снимать плавно, без дерготни, репортажку. А с маленькими камерами нормально картинку не сделают. Все трясется, прыгает. Качество мне очень не нравится. И я такое выкладывать на канал не хочу. К тому же, по-хорошему, такие видео имеют смысл делать. Ну, это более-менее хорошо. Если есть хороший оператор, который может снимать репортажку, а может даже два оператора, чтобы один оператор снимал, как, допустим, я рассказываю про эти самые продукты, общаюсь с продавцами, интересуюсь ценами и прочим. А второй оператор в это время крупным планом снимает вот эти самые овощи и прочего. У нас нет ни профессиональных операторов, ни таких камер, поэтому не получится так снять. А трясучку вот эту вот, ну, просто не хочу. Поэтому, скорее всего, нет, не будет такого видео, пока операторы не появятся у нас. Касательно второго вопроса, насчет видео на костей печи мангале. Видео будут, будет много таких видео. Сейчас у нас в планах с одним товарищем снять совместный видеоролик. Он снимает мясо, морепродукты и прочее. Я хочу снять про десертную часть на мангале, потому что, на мой взгляд, она очень плохо освещена. По малинаблюдениям, всякий раз, когда затеваются какие-то шашлыки в компании, барбекю и прочее, то мясо это в основном поедают мужики, обжираются. Женская половина ест его значительно меньше, на овощи налегая. Дети вообще 2-3 кусочка хватанули и все, побежали там скакать, играть. Мне хотелось бы снять и показать рецепты, которые больше порадуют вот эту как раз таки часть компании, женскую и детскую. Какие-то несложные, быстрые, простые рецепты на мангале, на барбекю, в десертную сторону. И вот это обязательно я сниму в ближайшее время. А так, всякие быстрые шашлычки, небыстрые шашлычки, что-то еще будет обязательно. Что касается печки, на канале есть ролик, я снимал, как в печи готовил булки для бургера. Вот здесь ссылочку повешу. Если не видел, посмотри. И еще будет много всего. Следующий вопрос. Так. Андрей, Тимуш, несмотря... Или Тимуш, не знаю, как правильно. Прошу прощения, если ошибся в имени. Несмотря на ваш вид деятельности, у вас хорошие навыки и знания в кулинарии. Вы заканчивали какое-то спецзаведение? Самоучка. Заранее благодарю за ответ. Нет, никаких специальных учебных заведений я не заканчивал. Я самоучка. Читаю много книг, смотрю много учебных роликов по уготовке. Много всякого разного пробую. Что-то из этого иногда даже начинает получаться. Так и учусь. Ну, и моя въедливость, наверное, тоже помогает закапывать за углубь каждого рецепта. Так, следующий вопрос. Дарья Чибанова. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, Дарья. Обожаю закрутки. Консервацию. Помидоры соленые могу банками есть. Огурчики лечу грибочки. А вот делать не умею. Очень бы хотел узнать, какие такие рецепты. Будут ли на канале. Также второй вопрос. Кулинарное шоу это одно, а вот поседневные готовки немного другое. Какие блюда часто готовятся в вашей семье? Консервация будет. В плане, я, по-моему, на канале отвечал тоже, в плане совершенно потрясающий рецепт. У него безумно нравятся фаршированные перцы овощные. Это что-то вообще невыобразимое. Обязательно приготовлю, покажу. Сейчас перцы только пойдут. Вот эти вот уже летние, нестандартные, эти сладкие болгарские перцы толстеные, химические, а вот такие более натуральные. Это просто бомба рецепт. Обязательно сниму, покажу. Повседневные блюда. Ну, вот то, что снимаем на видео, то и готовим. Ничего экзотического пока я не припомню, что мы делали. Но, правда, готовим тоже не всегда. Бывают дни, когда то из-за съемок голодные везде не сидим, то из-за работы, опять же. В прошлый воскресенье такое было, например. Гриба разум. Привет, гриба разум. Доброго времени суток. Первое. Я слышал, что желатин нельзя кипятить, не знаю почему. Что можете на это сказать? Я тоже слышал, я тоже читал, что его нельзя кипятить. Я читал, что если он только дойдет до 100 градусов, то сразу весь коллаген разрушается, его надо выливать, потому что он не застынет. Не знаю. У меня такой статистики нет. У меня кипел по 2-3 минуты, бурно кипел, такой пенной шапкой вспухал. Все прекрасно застывает. Холодец. Тоже кипит долго. Там по 4-5 часов его варят. Все застывает прекрасно. Не знаю. Может быть это касается не желатина, а агар-агара такая происходит ситуация. Может быть это должно быть очень бурное кипение. И не 3-5 минут, а больше. Чтобы он не застывал. У меня такой статистики нет. Я готовя желатин, перекладываю вымоченные эти пластинки в кипящую воду, развожу при слабеньком таком кипении, но все-таки кипении, за 2-3 минуты и вилочка, чтобы он растворился. Потом выключаю, застывает все в усмерть. Ну, видели на видео, правильно? Следующий вопрос от Гриборазума. Чтобы научиться хорошо готовить, все-таки стоит идти в кулинарный вуз или лучше заняться самообразованием? Где он научился так прекрасно готовить? Я не умею прекрасно готовить. Сразу хочу сказать, у меня получаются некоторые рецепты лучше, некоторые хуже, некоторые вообще не получаются. Я продолжаю учиться и рассказывать в видео то, что научился, то, что начал у меня получаться, то, что я понял, как надо готовить. Что касается учебы. Я не могу однозначно ответить на этот вопрос, потому что все зависит от целей. Если цель научиться готовить, чтобы дома себе ужин приготовить, то, наверное, не имеет смысла идти в какой-то вуз. Если цель обязательно избрать эту профессию в будущем, то, наверное, идти учиться надо. Потому что профессия повара, как я вижу, это не просто знание, как приготовить какое-то блюдо. Современная кухня – это не равно к кухне дома. Это понимание всех процессов, это планирование производства, планирование приготовления. Это выходит за рамки умения приготовить одно какое-то конкретное блюдо или даже 10 блюд. И правильное профессиональное обучение, я думаю, вот с этой точки зрения важно. Но, опять же, для достижения вообще каких-то супер-купер высот недостаточно просто закончить какой-то там ПТУ, допустим, на повара выучиться и все. Поэтому нужно учиться всю жизнь, как в любой другой профессии, на самых разных курсах, работать под руководством самых разных мастеров. Поэтому все зависит от цели. Для чего это нужно? Следующий вопрос. Геба разума. Испанский уже подучили, как с людьми общаются здесь и там. Про испанский я уже отвечал, насколько я его подучил. Как Джамшан с Шамшутом разговариваю на нем. Общаюсь на испанском. Худо-бедно понимаю, меня вроде тоже понимают. Если это, конечно, не на какие-то отвлеченные темы разговоры, а на бытовую... На бытовые темы хватает вполне языка. Следующий вопрос. Артем, родной, спрашивает. Парочка вопросов. Планируются ли рецепты холодных супов и закусок канун жаркого лета? Планируются и на канале уже есть гаспачо. Если пропустил, включил-ка сюда, смотри. Готовил пасту с семгой в сливочном соусе, получилось немного солновато. Видимо, из-за рыбы. Каким образом можно ослабить соленость блюда? Спасибо. Самый простой способ ослабить соленость блюда – брать не такую соленую семгу. Если она уже такая, какая есть, использовать ее значительно меньше. Семге в этом блюде нужно совсем немного. Потому что она там не для того, чтобы наесться семгой, а для создания рыбного аромата. И вот этой солноватости. Если достаточно меньшего количества, а не столько, сколько указано в рецепте, значит, нужно уменьшать количество этой семги и все. Будет очень вкусно и хорошо. Виктор Т. Это он к роликам и бэкстейджам пишет. Это такой серьезный подход всего лишь для YouTube канала? Или YouTube как стартовая площадка? Хотелось бы, чтобы YouTube стал стартовой площадкой всего лишь. Насчет серьезности подхода. По моим наблюдениям на YouTube есть каналы, как и откровенный трэш, который снимается чуть ли не на YouTube. И есть каналы, где авторы снимают очень профессионально, тратя уйму времени. Я, как человек, который с этой стороны экрана находясь и занимаясь вот этой съемкой, уже могу судить и видеть, какое видео, сколько времени потребовало у авторов. Это кажется, пока в это дело не влился, что... Все, я тоже так смогу. Включился телефон и за 5 минут наговорил всего. На самом деле, видишь, сколько труда в это дело вкладывается. Поэтому, да, мы тратим на наш канал с режиссером много времени. Мы стараемся сделать максимум того, что мы можем сделать по качеству. И хочется делать еще лучше. Я, например, знаю, как сделать еще лучше. И знаю, чего не хватает, чтобы сделать лучше. Не хватает, как всегда, средств, людей, времени. Надеюсь, что с развитием канала, с приходом, возможно, спонсоров, появится возможность увеличить команду и выдавать гораздо более качественный продукт. И, может быть, больше роликов выдавать неделю. Пока делаем так, как можем. Следующий вопрос. Клепсол ТВ. Дима, расскажите про съемочное оборудование. Повершенство без интима. Формат – это камера такая, а для таких съемок стоит столько-то денег. Рассказываю. Мы снимаем наши ролики. Постоянно у нас фактически работают три камеры. Это две фотокамеры Canon. Камера Canon 60D. Это камера Canon 5D, на которой я говорю сейчас. И это видеокамера маленькая, давняя камера Panasonic. Она с тремя матрицами. У нее достаточно неплохая чувствительность. Но это такая славяненькая камера. Есть еще GoPro. Вот она. На нее я снимаю очень мало. И в видеороликах, которые вы видите на канале, практически нет кадров, снятых на нее. Оптика. На 60D практически постоянно стоит элевская оптика Canon 24-70. На 5D стоит объектив очень хороший, мне нравится, со стабилизацией 70-200, тоже элевский. Отверстие на обоих 2,8-х. То есть достаточно светлые такие объективы. Вот. Еще у меня есть два объектива, на которые периодически снимаются кусочки. В основном это на проездах всяких. Это Sigma. Вот она. Широкоугольный объектив. 12-24 с хорошим просветлением многослойным. Это тоже объектив профессионального уровня. Тоже очень хороший. И есть еще рыбий глаз, которым я снимал в ролике один раз, по-моему, всего. Это анекдот еврейский про курочку. Кто не видел этот ролик, посмотрите сюда. Сам Янг 8 мм. Он не автофокусный, в отличие от всех остальных объективов. Но достаточно интересный дает, собственно говоря, эффект. Это фишай классический. Есть еще маленький такой объективчик. Эстендер-расширитель для Panasonic. Для видеокамеры. На него тоже снимаю некоторые кадры. Использую Panasonic. Кроме этого, в съемочном оборудовании в полный рост участвуют штативы. К сожалению, денег на профессиональные штативы, хорошие, из которых это было бы удобно делать, нет. Поэтому все три штатива, которые мы используем для съемок, это фотоштативы. На штативе в Элбоновском стоит очень удобная голова, которая позволяет точно и быстро выстраивать горизонт. Вот она. Это EZ-Lever 2. Монфродовская голова под камерой 5D. И очень удобный, собственно говоря, вот этот наборчик фоллоу-фокуса от FUGEE. 5D тоже используется в хост и в гриву. Зажимают. Он удерживает вот этот длинный объектив 70-200 на камере. Получается очень удобно. Ну и есть еще такой скейтер. Здесь на этом скейтере голова, вот эта вот шарообразная, круглая, которая позволяет удобно настраиваться. Был, да всплыл, умер. Вот такой вот экран. Очень удобный. Дело в том, что фокусироваться и вести контроль съемки на 5D, экранчик маленький, не очень удобно. Поэтому вот такой вот экранчик-лилипуд я в свое время брал у китайцев через eBay. Он очень быстро умер. Сейчас мучаемся при съемках без этого экрана. Он по HDMI-каналу передавал информацию, сюда принимал, работал очень даже неплохо. Вот такая картинка. Что чем снимаем? На общих планах у нас камера 60D с объективом 28-70. На крупных планах и деталь, когда продукты крупно снимаются, как правило, это 5D с 70-200. У него дистанция фокусировки, к сожалению, минимально это метр сорок. Поэтому сверх крупно и не снимешь ничего. Тут дело вступает уже опять вот этот макрообъектив 28-70. Вот так снимаем. На GoPro снимать нормально продуктовые видео, я имею в виду готовку, не получается. Дело в том, что вот этот объективчик, который там стоит, ну, как для всех, собственно говоря, вот этих вот экшн-камер, имеет глубину резкости совершенно сумасшедшую. А матрица очень маленькая. Поэтому на GoPro можно получать хорошие красивые кадры, только если все залито светом, то есть пересвещено капитально. У нас со светом в нашей кухне очень плохо. Стоит два сортбокса, которые я делал из LED-прожекторов, из светодиодных прожекторов. Их освещения не хватает, чтобы нормально все светить. И есть один тоже светодиодный осветитель, который стоит, им достаточно быстро, оперативно можно менять, создавать рисующее освещение. Что касается звука. Звук я пишу вот на этот замечательный рекордер Zoom H1. Причем пишу не непосредственно на него, а через вот эту петличку. Петличка профессиональная, компания Раде ее сделала. Ну, вот такое оборудование у меня. На сегодня это все вопросы. Надеюсь, ответил максимально развернуто. Спасибо за внимание, спасибо за компанию. Собирайте, думайте над новыми вопросами, чтобы в следующий раз, когда вдруг объявлю, очередной вечер вопросов и ответов, не нужно было долго думать. Всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok